Здравствуйте! Сегодня мы с вами рассмотрим цветок калу. Точнее не рассмотрим, а сделаем. Что нам для этого понадобится? В моем случае вот такой вот стержень, где-то 0,5 мм, стальной, с медным напылением. Бисер, рубка белого цвета, салатового. Бисер зеленый у меня уже нанизан на проволочку, не очень много, где-то метр. Потом покажу для чего. Сейчас пока отложим его в сторону. И бисер желтого цвета, тоже кусочек нанизанный уже на проволочку, чтобы не занимать много времени. Итак, что нам понадобится? Берем бисер, рубку. Берем салатовый бисер. Салатовый это тоже рубка. И вот проволочку. Проволочка у меня, наверное, где-то 0,5 мм. Вот она довольно толстая. Итак, что мы будем делать? Прикрепляем вот нашу рабочую проволочку к нашей оси. Оставляем вот ось, я не знаю, сантиметра, наверное, 30 у меня. Я прикрепляю ее где-то чуть-чуть выше серединки. Вот прикрепила. Теперь набираем 4 рубки белого цвета. На вот нашу вот эту ось. Вот набрали 4 бисеринки. И теперь у меня здесь есть немножко набранного бисера белого, белой рубки тоже. Что мы теперь делаем? Пододвигаем нашу рубку к нашим бисеринкам. Снизу мы будем делать... Вот пододвигаем бисер наш и заводим проволочку под углом 45 градусов. Делаем заостренный верх. С рубкой будьте осторожны, так как она может лопать при сильном сжатии. Снизу мы делаем круглые дуги. Заводим проволочку под углом 90 градусов. Так нам нужно сделать чисто белым бисером, вот этим рубкой, 3 дуги. Напоминаю, что верх мы делаем заостренный. Заводим проволочку под углом 45 градусов к нашей оси. Обводим и возвращаем тоже под углом 45 градусов, но уже к нижней оси. Вот мы сделали 3 полные пары дуг белой рубкой. Теперь же нужно белую рубку снять, то что осталось. И набираем где-то 3 бисеринки салатовой или какая у вас будет, может, чуть потемнее рубка. 2-3, сейчас посмотрим. Да, 3 бисеринки салатового цвета. Потом набираем белую рубку. Так как белой рубки мы будем набирать побольше, буду пользоваться спиннером. Набрали белый бисер, пододвигаем. Снова сверху заводим проволочку под углом 45 градусов. И возвращаем вниз. Теперь нам нужно, чтобы с этой стороны были тоже где-то вот этих 3 бисеринки, чтобы они были симметричны. Вот набрали с этой стороны, видите, 3 тоже. И закрепляем под углом 90 градусов. У нас круглый низ, заостренный вверх. Смотрите, что нам нужно теперь делать. Дальше мы продолжаем так же. Вот. Набираем несколько бисерин салатовых. На этот раз возьмем 4 штучки. Пододвигаем их и смотрим, чтобы наши бисеринки в первом ряду у нас было 3, во втором 4. Они получаются вот так, если брать под таким углом, на одном уровне. Надеюсь, что вам видно. Сейчас наберу белый бисер, будет виднее. Вот, видно, надеюсь, да? Наш салатовый бисер на одном уровне. И снова делаем заостренный вверх. Дуги вот так вот старайтесь ставить пальчиками, прижимать. Если вам сложно так, можете на столе прижимать, чтобы они выходили, ровно ложились одна возле другой, чтобы не было так, что вы прикрепите, и у вас одна дуга будет поверх второй. Вот, разровняли. Завели проволочку под углом 45 и возвращаем назад тоже под углом 45 градусов. Примеряем белый бисер. Вот у нас здесь нужно снять лишнее, взять белую бисеринку, которая поменьше. И набираем теперь салатовый бисер. Вот, набрали 4 салатовых и закрепили. Ну вот, что у нас получается. Теперь набираем 3 салатовых. Берем одну белую рубку и снова салатовую. Пододвигаем вниз. Вот, что у нас получается. У нас уже будет здесь вот такое вот вкрапление слегка белого. Теперь набираем 5 салатовых. Дальше набираем белую рубку. Пододвигаем. И снова заводим проволочку под углом 45. У нас все будет повторяться. Только здесь вот слегка будет меняться рисунок дальше. У меня всего будет 21 дуга. Вы смотрите по тому размеру цветка, который вы захотите сделать. Можете добавлять дуги. Можете делать и 24, 25. Можете даже 30 дуг. Но потом просто нужно будет больше раз прошить листик, чтобы он хорошо держал форму. У меня будет всего 21 дуга. Вот, подошли. Посмотрели. Отмерили, где у нас вот салатовый бисер. И лишний белый сняли. Снова набираем салатовый бисер. Можно даже чуть больше сразу набрать, так как нам будет нужно с другой стороны опять же таки идти с салатовым бисером вначале. Вот, где-то вот так вот набрала. Напоминаю, что снизу мы закрепляем под углом 90 градусов, а сверху под углом 45 градусов. Закрепили. И снова салатовый бисер. Нужно добрать еще где-то 2 бисеринки. Дальше белая рубка. Главное, очень хорошо смотрите, чтобы ваши дуги шли рядом одна с другой, чтобы не находили внахлёст одна. Вот поверх, чтобы не шли. Вот так, чтобы не шли поверх, чтобы ложились рядом. Закрепили сверху. Спускаемся вниз. И снова доходим до салатового бисера. Лишний белый снимаем. Набрали салатовый и закрываем дугу. Вот, общим счетом мы уже сделали 2, 4, 6, 7 пар дуг. Что мы теперь делаем? Вот одна бисеринка здесь есть. У нас здесь было 6 бисеринок. Значит сюда нужно где-то 7 в следующий ряд. Но мы будем набирать 5 бисерин салатового цвета, одну белого и снова одну салатовую. В салатовой рубке мы будем делать белые вкрапления. Вот так вот это будет выглядеть. Набираем белую рубку и проходим на другую сторону. Процесс плетения этого цветка трудоемкий. Так что наберитесь терпения. Вот, прикладываем снова. Заводим сверху проволочку под углом 45 градусов. Возвращаем под углом 45. И здесь, значит, доходим до салатового бисера. Лишний белый бисер снимаем. И теперь делаем точно так же, как с этой стороны. Одну салатовую сначала, потом белую и до конца салатовую. Одну салатовую, одну белую и до конца набираем салатовый бисер. В принципе, так наш процесс и будет дальше продолжаться. Только мы будем менять расположение наших белых вкраплений. Мы будем их чуть-чуть тасовать, чтобы они были как в шахматном порядке. Всё, закрепили. Теперь набираем где-то 4 бисеринки салатовых. Снова набираем одну белую. И, наверное, где-то ещё 3 салатовых. Смотрите так, набирайте, чтобы салатовый бисер у вас доходил как бы... Вот, например, чтобы ваш салатовый бисер доходил к салатовому бисеру. Вот здесь у меня маленькая рубка попалась. Мне нужно её снять и набрать чуть длиннее, чтобы было нормально. Если не попадается рубка длиннее, можно набрать 2 маленьких. Вот, смотрите, чтобы рубка ваша салатовая доходила к салатовому цвету. Теперь белая рубка. Дошли к салатовой рубке. Белую лишнюю снимаем и набираем салатовую. 2-3 салатовых. Белую и до конца салатовой. Вот так. Суть плетения я вам показала. Дальше, наверное, буду плести без камеры, так как это занимает долго времени. Рассчитайте количество дуг, которые вы хотите. И не доплетите 2 последних ряда. То есть я сейчас проплету 19 пар дуг. И потом включусь, покажу, как делать последние 2 дуги. Ну и дальше уже продолжим делать полностью цветок. Пока вот все точно так же. 19 пар дуг с вкраплениями белого цвета между салатовым. Ну вот, смотрите, я сделала 15 пар дуг. И я вижу, что у меня вот этого кусочка проволочки не хватит, чтобы сделать еще одну дугу. Что я делаю? Я вот здесь закрепляю так вот, 5-6-7 оборотов. Делаю вот такую вот плотную скруточку. И отрезаю лишнюю проволочку. Хорошо ее зажимаю. И сюда прикрепляю вот новую проволочку. И буду плести дальше. На данный момент у меня сплетено 13 пар дуг. Как вы видите, вот здесь белые вкрапления меняются местами. Вот пока вот так вот выглядит наш листик. Продолжаю плести дальше. До плиту до 19 пар дуг. А дальше покажу, что будем делать дальше. Ну вот, я сделала 19 пар дуг. И сейчас у меня вот здесь закончилась проволочка. Сейчас я прикреплю проволочку. И покажу, что мы будем делать дальше. Вот, старайтесь прикрепить проволочку под самые бисеринки вот сюда. Теперь здесь набираем точно так же салатовый бисер. Тоже с белым вкраплением делаем. Вкрапления делайте в хаотичном порядке, чтобы они не совпадали. Вот, как здесь. Надеюсь, что видно. Вкрапления идут в разных местах. Вот так ставлю, потому что листик уже большой. И сложно держать его в руке, чтобы все было ровно. Прижимаю хорошо бисер, чтобы здесь вот он подошел к оси хорошо. И вот, прижимаю к столу дуги, чтобы хорошо все было ровненько. Снимаю лишний салатовый бисер. И теперь набираю белый бисер. Вот, набрала белого бисера, чтобы мне хватило вот к этой оси верхней. И теперь, что я делаю. Теперь нам нужно сюда вот на верхнюю ось надеть 2 или 3 салатовых бисеринки. В моем случае это рубка. В вашем случае это может быть обычный бисер. 2 или 3 это на ваше усмотрение. Вот, надеюсь, видно. И сейчас мы подводим наш бисер. Вот, прижимаю, чтобы дуги ложились ровно. Вот таким образом к нашему вот этому хвостику. Но нам нужно снять белый бисер, не доходя до вершинки. Вот, вот так. Я надеюсь, что вам видно. Вот. Снимаем белый лишний бисер. И сюда нам нужно будет надеть салатовый бисер. Сейчас я покажу вам, каким образом мы сделаем. Надели салатовый бисер, пододвигаем его к нашему белому бисеру. Снова ложим ровненько дугу. Прижимаем хорошо бисер и смотрим. Вот, лишнее убираем. И снова вот, под углом 45 градусов заводим проволочку над нашими вот этими двумя бисеринками салатового цвета, которые мы надевали на ось. Их хорошо прижимаем к нижним дугам. Заворачиваем по дугам 45 градусов. Возвращаемся назад. Теперь с этой стороны нам нужно оставить салатового бисера вот до этой поры, чтобы у нас было симметрично. Снимаем лишний салатовый бисер. Еще раз смотрим. Близительно одинаково. И теперь набираем вот белый бисер, чтобы дойти до салатового сюда, к низу. Пододвигаем белый бисер, примеряем, сколько нам нужно. Лишнее снимаем и набираем салатовый бисер. В начале я говорила, что у меня будет цветок состоять из 21 дуги, но в процессе решила, что у меня будет 22 дуги. Так как завершающих хочу сделать 2 дуги, чтобы хорошо видна была форма листика. Сейчас я вам в процессе плетения покажу, о чем я. Вот, хорошо вот так вот прижимаем, чтобы у нас все ложилось ровненько. И закрепляем. Теперь делаем так же. Снова салатовый набираем салатовый бисер. Потом белый, не доходя как бы до вот этого салатового, что у нас здесь на кончике. Вот, смотрите, набрала белый бисер и теперь нам нужно им дойти чуть ниже этой салатовой нашей вставочки. Вот так прижимаю хорошо оси к столу. Смотрю, не доходя где-то одну бисеринку до начала салатового бисера. Снимаю белый бисер. Снова набираю салатовый. Теперь на нашу центральную ось мы снова набираем 3 или 4 бисеринки. Смотрите, как вам хочется. На ваше усмотрение, какую вы хотите высоту здесь удлинения. В моем случае это будет 4 рубки. Вот, пододвигаем салатовый бисер, прижимаем хорошо. Смотрите, чтобы здесь хорошо шли бисеринки в бисеринку. Я вот пальцами вот так вот надавливаю бисер, придавливаю его сюда, чтобы не было видно проволочки. Вот так прижимаем хорошо, смотрим и убираем лишнее. Снова заводим проволочку под углом 45 градусов к нашей оси. И возвращаем тоже под углом 45 градусов. Вот нужно мне добрать еще салатового бисера. Почему я сделаю не 21 дугу, а 22? Так как я хочу, чтобы вот сейчас вот это у нас 21 дуга. Последняя как бы должна была быть. Но я сейчас сделаю еще одну дугу, без добавления уже бисеринок на ось, чтобы хорошо вот этот кончик был законченным, красивым. Вот, смотрим снова, чтобы бисеринки с обеих сторон были на одинаковой высоте. То есть вот, чтобы они ровно здесь начиналось, а здесь заканчивались. Теперь набираем белый бисер и спускаемся вот сюда, к нашим салатовым бисеринкам. Вот, смотрите, хорошо. Вот здесь вот прижмите верхушку и промеряйте дугу. Если вы видите, что у вас есть рубка, которая как бы надломана, лучше ее сразу убрать, потому что потом она все равно лопнет, и у вас будет вот бисер потом вот так вот болтаться на проволочке. Все хорошо прижимаем опять дугу. Снимаем лишний белый бисер, набираем в салатовый. И сейчас делаем заключительный ряд. Сейчас делаем заключительный ряд. Снова доходим салатовым бисером, потом белый. Белым бисером доходим до начала салатового. Салатовым проходимся где? У нас салатовый бисер вот здесь. Проходимся салатовым, без добавления уже бисеринок на ось. Просто делаем заостренный кончик. И спускаемся вниз также. Салатовый, белый, салатовый. Ну вот, я сделала листик, камера села, доделывала листик я уже без видеосъемки. Сделала последнюю дугу, закрыла кончик, закрыла здесь проволочку. Вот последняя дуга чуть-чуть великовато вышла в начале. Но это не страшно, мы ее все равно скрутим. И прошила листик. Прошила в пяти местах. Специально оставила проволочки, чтобы показать, где прошивала и в каких направлениях. Вот, надеюсь, что видно. Прошила здесь вот, потом второй раз, третий, четвертый и пятый раз. Здесь плохо видно, так как идет на салатовом бисере. Вот, вот здесь. И что хочу еще сказать. Первых вот этих четыре прошивки, один, два, три, четыре, я делала по изнаночной стороне. Последнюю, вот эту нижнюю, я делала по лицевой стороне. Почему? Так как мы будем вот эти нижние части сгибать внутрь, у нас покажется как раз вот изнаночная вот эта часть. И здесь проволочки не будет видно. Сейчас обрезаем вот эти хвостики. Как прошить листик, если кто не знает, у меня есть видео на канале для начинающих. Зайдите, там подробно показано и рассказано, как прошивать листики. Видео этого не хотела показывать, так как это довольно-таки длительный процесс, который занимает много времени, тем более на таком большом листе. Поэтому посмотрите и прошьете. Вот, в принципе, наш листик готов. Сейчас будем продолжать работу над нашим цветком дальше. Теперь мы берем флористическую ленту, отрываем кусочек, небольшой, совсем чуть-чуть. И вот здесь слегка закроем ножку. Лист большой, и ось вот эту надо брать такую, чтобы вот как бы она нормально его держала. У меня вот эта проволочка, я забрала ее у мужа. Она мне как бы понравилась. И я забрала вот такой вот огромнейший моток. Если кому интересно, это от сварочного полуавтомата. Если кто захочет делать, вот я забрала, и мне очень его надолго хватает. Я уже много работ с ним сделала. И еще больше полмотка есть. Что ж, подмотали слегка листик. Теперь берем проволочку, которая у нас будет стебельком. У меня здесь длина где-то 45-50 сантиметров. И нам нужно сейчас сантиметров 10. Вот, отверху закрыть флористической лентой. Что мы теперь делаем в начале. Я вам показала, что у меня нанизана ниточка желтого бисера. Вот сейчас мы и будем делать серединку нашего цветка. Берем проволочку нашу. Один кончик закрываем, чтобы бисер не убегал. Берем второй кончик и приматываем так, чтобы к самому стараетесь подойти к самой верхушке. Это, конечно, сложно. Но вот к самой-к самой. Все равно мы здесь будем закрывать желтеньким бисером с помощью горячего пистолета. И вот это место нужно закрыть тоже флористической лентой, где вы намотали проволочку, чтобы она уже держалась и не убегала. Просто вот так вот закрепить. Вот, мы прикрепили. Теперь пододвигаем бисер и начинаем аккуратно. Вот видите, скатывается. Нужно придерживать сверху, чтобы не сползал бисер. И начинаем вот так вот обкручивать наш, как бы, стебель. Бисер плотненько прижимайте, вот. Ну, вот так вот хорошо прижимайте, чтобы здесь не было пробелов. Чтобы не светилась проволочка. И вот эти ряды наши с бисером тоже ложите плотненько, чтобы не сильно проглядывала флористическая лента. На какую высоту нужно делать вот эту сердцевинку? Это зависит от величины вашего цветка. То есть, какой вы цветок хотите сделать. Если вы хотите цветок побольше, то и сердцевинка будет побольше. Если поменьше, то сердцевинка, естественно, тоже будет поменьше. Я же буду примерять сейчас на свой цветок. Вот, у меня цветок. Нужно, чтобы сердцевинка выходила где-то на половину цветка. Вот так. Значит, мне нужно еще мотать. Наверное, я как раз весь вот этот бисер вымотаю. Будет как раз то, что надо. В принципе, да. Открываю вот этот хвостик, подматываю. И вот эту проволочку, чтобы не ехал бисер, нужно вот так вот плотненько-плотненько закрутить. И тоже закрыть нужно флористической лентой. Под самый-самый желтый бисер. Так будет хорошо потом держаться вот этот наш бисер. Не будет ползти вниз. Вот такая вот сердцевинка у нас получилась. Теперь нам нужно взять горячий пистолет. У меня вот такой вот маленький. Берем желтенький бисер. Сейчас прогреется пистолет. Мы заклеим сердцевинку. И можно будет, в принципе, уже прикреплять наш листик к сердцевине. А пока мы можем придать ему форму. Нам нужно вот здесь вот, вот этот низ, подкрутить вот так. Вот таким образом. Надеюсь, что видно. Если вы будете делать с рубки так, как я, будьте предельно аккуратны. И при прошивании тоже. Так как рубка может порезать тонкую проволочку, которую вы будете прошивать. Так что нужно быть предельно аккуратными. И еще. Можно вот эту ось сзади, чтобы она не светила так. Можно аккуратненько прокрасить белым лаком. Обычным лаком. Здесь салатовым. Для ногтей. И все. И так уже не будет светить. Можно вот так вот прогнуть. С другой стороны. Делаем такую, как лодочку. Вот снизу делаем цветок вот так вот. Можно даже как бы сделать нахлестом один на другой. То есть загнуть одну сюда, а одну как бы поверх нее. И вот так вот хорошо прижать. Вот так вот. А сверху мы отгибаем вот наш кончик вот так вот вниз. Вот где-то вот так. Можете, в принципе, смотреть, как вы хотите по своему цветку. И вот эти боковые дуги. Мы вот так придерживайте здесь, чтобы не расходилось. И вот эти боковые дуги вот так вот придаем им форму. Сейчас мы вставим сюда сердцевинку. И будем уже работать дальше. Вот пистолет у меня прогрелся. Что я делаю? Беру вот этот стержень. И вот здесь, где у меня флористическая лента, где нет бисера, капаю горячим пистолетом. И пока он горячий, вот так вот беру. И хорошо вот так вот прижимаю пальцами, чтобы бисер хорошо прилип к клею. Где отпалилось чуть-чуть, Можно еще капнуть горячего клея и прикрепить. Делаем такую, как сверху, как шапочку из желтого бисера. Только будьте аккуратны, так как клей довольно горячий, можно обжать руки. Ну вот, мы закрыли верхушку, которая у нас была флористической лентой. И сделали вот такой вот элемент цветка. Теперь, смотрите, берем вот этот элемент и вставляем внутрь нашего цветка. При этом я его примотаю проволочкой. Нужно хорошо его зафиксировать. Для этого я беру проволочку и проволочкой прикрепляю. Потом уже буду закрывать флористической лентой. Цветок мы еще поправим. Сейчас закрываем флористической лентой. Причем можно уже закрывать полностью весь стебель. Я прохожусь два раза по месту, где у нас вот проволочка проходит. Вот таким образом сейчас нужно закрыть весь стебелек флористической лентой. Вот я закрыла флористической лентой ствол. Теперь у меня заранее был набран зеленый бисер, но я не отрезала проволочку, так как если мне не хватит, я приблизительно прикину длину проволоки и наберу еще на нее бисер, чтобы доделать до конца весь стебель. Точно так же, как мы сделали здесь, мы сейчас делаем на стебельке. Приматываем проволочку, закрываем чуть-чуть флористической лентой. Вот закрыла. И теперь точно так же прижимаю и начинаем обматывать стебель зеленым бисером. Это уже не рубка, это обычный бисер, так же, как и на сердцевине. Помните, плотненько, хорошо прижимаем сам бисер и плюс вот эти ряды наши тоже хорошо надо прижимать, чтобы не было сильно просветов. Ну вот, у меня закончился набранный бисер. Я сейчас доберу бисер и вот дойду до конца. Потом включусь и покажу вам, как внизу запрятать наш кончик проволочки. Вот, доделала я до конца. Хорошо вот так вот подтянуть нужно, подкрутить дуги. Здесь завожу под последний ряд, то есть вот так. делаю, как крючок такой, чтобы подцепиться как-то. Вот зашла за последний ряд. Надеюсь, что вам видно. И делаю, не затягивая до конца проволочку, как бы вам показать. Вот, я не затянула ее до конца и в нее обратно прохожусь кончиком. Делаем, как узелок между бисеринками. Оборвалась проволочка у меня. Кончик у меня будет не полностью закрыт бисером. Вот так. Так как в моем случае это не принципиально, это все будет ставиться в вазу. Если вы делаете букет, это тоже, в принципе, не принципиально. Можно вот эту часть нижнюю закрыть, чтобы брать в руки. Там лентой или кружевом каким-то. И ничего не будет видно. Сейчас вот этот хвостик закрываю флористической лентой. Тут, где я наматывала проволочку, хорошо, плотно под самый бисер. Закрываю флористической лентой. Вот такой вот цветок у нас получается. Сейчас мы еще чуть-чуть ему придадим форму. Вот так вот вогнем чуть-чуть серединку, чтобы он был более объемным. Закрываем вот так вот здесь спереди. Прижимаем аккуратно. Вот так. И вот эти дуги расправляем. Ну, вот такой вот цветок у нас получается. Еще раз повторю, вы можете вот здесь вот вот эту ось прокрасить белым лаком для ногтей, и ее не будет так сильно заметно. Или любым другим, то есть под цвет, просто под цвет бисера. можно сделать таких 3-5 штук и сделать букет. В описании под видео будет количество бисера, которое у меня ушло. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok